Сегодня на совещание пригласили руководителей горнолыжных курортов и гостиниц Красные Поляны. Все они подготовили новые паспорта антитеррористической безопасности, которые необходимы в связи с изменившимися требованиями федеральных служб. Кроме рамок металлодетекторов, все учреждения курортной сферы должны круглосуточно охраняться лицензированными охранными предприятиями, так называемыми ЧОПами. Кроме того, в рабочем состоянии должны быть видеокамеры и тревожные кнопки вызова. И мы сейчас вместе с правоохранительными органами требуем этот акт и паспорт безопасности от наших объектов. Мы видим, что требования времени, требования наших отдыхающих, это первое, это безопасность. Конечно, если гостиницы работают только в зимний сезон, такие требования и распространяются на короткое время, остальные на круглый год. А работать придется действительно без перерывов. Только в этом году ожидается рекордное количество гостей, которые приедут летом для участия во всемирно-хоровых играх. Все больше и больше будут сюда прибывать туристы, в том числе и иностранцы. А соответственно, с учетом того, что многие из них будут приезжать из различных регионов, в том числе с нестабильной политической и внутренней антитеррористической обстановкой, вопрос антитеррористической защищенности наших с вами объектов будет стоять все острее и острее. Некоторые руководители гостиниц халатно относятся к новым требованиям. Дальнейшие проверки выявят нарушения. К вам будут применены административные взыскания, предусмотренные кодексом об административных правонарушений, на юрлиц от 100 до 200 тысяч. Еще раз мы вам напомним. При вашей деятельности паспорт антитерористической защищенности – это первый руководящий документ. Кодексом ответственность предусмотрена. На следующей неделе состоится заседание городской антитеррористической комиссии, на котором будут подведены итоги этой работы. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...